Вы точно едите лук. Но знаете ли вы, что он может укрепить кости, снизить сахар, облегчить течение женского цикла, поддержать давление и даже защитить от простуды? Но все это только если вы едите лук правильно. Потому что один и тот же продукт может либо помогать, либо вредить. Зависит от мелочей. Сегодня разберем доказанные эффекты лука на здоровье, как его правильно готовить, сколько есть и кому он не подходит. Лук и обмен веществ. Флавоноиды и серособержащие вещества в луке снижают воспаление и улучшают чувствительность к инсулину. Это помогает при инсулинорезистентности, избыточном весе и даже диабете. В исследованиях лук снижал сахар у диабетиков второго типа, помогал лучше усваивать глюкозу после еды. Рекомендации. 100-160 граммов сырого красного лука в день можно разделить на два приема, особенно удобно в салат. Лук и давление. Лук содержит кверцетин. Это флавоноид, который расширяет сосуды и снижает артериальное давление. Это не теория, а данные исследований. Но действует он только при регулярном употреблении, не меньше 5 раз в неделю. Доза. 80-100 граммов лучше красного лука. Лук и кости. Для женщин старше 50 лет это особенно важно. Регулярное употребление лука помогает замедлить потерю костной массы. Даже небольшое количество в день, например, одна маленькая луковица, оказывает эффект. В одном исследовании у женщин, которые ели лук каждый день, плотность костей была выше, а риск перелома – ниже. Лук и женское здоровье. Свежий луковый сок может влиять на гормональный баланс. У женщин с синдромом поликистозных яичников 100 мл лукового сока в день в течение 15 дней помогали нормализовать менструальный цикл. Это исследование проводилось в клинических условиях, и результаты были заметны у большинства участниц. Лук и иммунитет. Простуды. Лук выделяет симпропан-С-оксид – вещество, которое раздражает слизистую и вызывает слезы, но при этом обладает антибактериальным и противовирусным действием. Чтобы он сработал, нарежьте свежий лук и вдыхайте пары. Можно капать сок при начинающемся насморке. Осторожно, не всем подходит. Или есть сырым, особенно в сезон простуд. Не работает, если лук варить, жарить или тушить. Нужное вещество просто испаряется. Как правильно есть лук, чтобы он был полезным и не вонял? Полезен только лук без долгой термообработки. При жарке, варке и тушении дольше 10-15 минут разрушаются не только флавоноиды, но и теряется его способность разжижать кровь. Более того, при длительной готовке лук начинает загущать кровь, что может повысить риск тромбов и проблем с сосудами. Лучшие варианты есть сырым, нарезать и замариновать в уксусе на 10-15 минут. Пассеровать не дольше 2-3 минут, затем сразу охладить и добавить в готовое блюдо. Лучше выбирать красный лук, в нем больше антоцианов и кверцетина, которые защищают сосуды и снижают воспаление. Противопоказания. Лук не подходит. Кормящим мамам может вызывать колики у младенцев. Людям с язвой, гастритом, рефлюксом усиливает жжение, раздражает слизистую. При индивидуальной чувствительности может вызывать метеоризм и дискомфорт в животе. Итог. Лук – это не просто приправа, а настоящий функциональный продукт, который влияет на давление, сахар, кости, иммунитет, гормональный фон, состояние сосудов и даже густоту крови. Но все это работает только если вы едите лук правильно и достаточно часто. Подписывайтесь, делитесь этим видео и напишите в комментариях, а как вы обычно едите лук? Сырым, маринованным или в супе?